Тогда что же такое человек? И снова, мы делим человека на маленькие части. Мы делим и делим и делим, и это наш путь науки. А затем мы обнаруживаем, что мы делим человека на части. До такой степени, что делим на кванты, на настолько маленькие части, что мы не видим их. А в древние времена у нас не было микроскопа, у нас не было современных научных знаний для того, чтобы это определить. И в древние времена человека мы так определяли, что же такое человек. И как человеческая жизнь мы обнаруживаем, что у нас есть тело, человеческое тело. Это одна часть, это физическая часть. У вас есть тело? Хорошо, а если у нас ум, можем ли мы думать, есть ли у нас сознание? У нас есть желание, у нас есть эмоции. У нас есть эмоции? Да, у меня всегда есть очень сильные эмоции. У кого нет эмоций? У кого нет эмоций? У всех есть, да? Это хорошо. Если у вас нет эмоций, я начну думать. Вы либо не человек, или… Вы понимаете, правильно? Хорошо. И третья часть – это энергия. Энергия – это такая вещь, которая ведет ваш мозг для того, чтобы он думал, и делает так, чтобы ваше сердце билось, и делает так, что ваши легкие дышат. Энергия позволяет вам быть активным. У вас есть энергия? Маловато – это не ноль. Это не ноль. Это не ноль, не зерус. Маловато – это не ноль. Ноль – это не ноль. Ноль означает нет энергии. Хорошо. Хорошо. А помимо этих трех факторов, если у вас есть еще дополнительный фактор, четвертый фактор, у вас есть четвертый фактор, о котором я знаю? Что это? А что за четвертый фактор? Душа, дух, это вот здесь находится. Ну да, правильно, это так. Душа, дух, ум, сознание. А в китайском языке мы называем это шэнь. Все это ум, эмоции, душа. Это вот все высшее, дух. Это база, которая нам необходима. Это та база, основа, что такое жизнь, основа жизни. Но мы уже определили, что у кого нет ума, нет эмоций, нет физического тела, это не человек. И когда мы говорим об этих факторах, мы понимаем, что все находится здесь. Все эти факторы, это вот здесь. Вы со мной согласны? Да? Да. Да. Если вы не согласны здесь, дальше я не могу сказать. Поэтому в любом случае вам необходимо согласиться, и только тогда мы сможем продолжить. А сейчас мы продолжаем. Если вы со мной не согласны, пожалуйста, закройте ваши глаза, закройте ваши уши, просто сидите. Почему? Также первое, во-первых, вы в этой сфере ничего не знаете. С другой стороны, либо вы уже все знаете, поэтому закройте ваши глаза, закройте ваши уши и медитируйте. А все остальные, кто сейчас со мной присутствуют, сидите, либо слушайте, либо не слушайте, просто будьте со мной. Отлично. Это модель жизни. Что же такое цигун? Здесь мы в основном говорим о джуньянь цигун. Что же такое цигун? Здесь мы говорим, что цигун – это простая наука о жизни. Вам не нужно делать фотографии, у нас есть зум, и у нас будет видео. Здесь вы просто расслабляетесь, вы можете на меня смотреть или не смотреть, вы можете слушать меня или не слушать, просто расслабляетесь, чувствуете. Мы называем это лекция и медитация. Это не просто знания, это также и медитация. Мы имеем эти знания, что нам необходимо сделать, это разбудить, пробудить ваши знания. В джуньянь цигун мы говорим, что это простая наука о жизни. Так ведь мы говорим, что такое жизнь, и вот у нас есть эти три фактора. Вот, и если есть эти три фактора, это и есть жизнь. На сегодня, как мы знаем, у нас есть три фактора, и на сегодня мы говорим о ци, об энергии. В нашем теле, я уверен, вы уже знаете, какая часть вашего тела является костями, мышцами и так далее. Но я уверен, что в сфере энергии у меня намного больше, 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 больше знаний, намного больше знаний, чем у вас. Вы со мной согласны? Да, мы согласны. Ой, если бы было так, что, ой, я знаю больше, чем вы, намного больше, чем вы, об энергии. Ну, покажите тогда. Я бы хотел увидеть того, у кого больше знаний об энергии, чем у меня. Больше знаний, чем у меня. Так, чтобы я мог научиться от тебя, от вас, от ваших знаний. Если у меня не у кого учиться об этих знаниях, вы знаете, что я буду делать? А я буду учиться у самого себя. О, интересно, как же вы можете учиться у самого себя? Это еще один большой, большая концепция. Кто есть истинное я? Я учусь напрямую природы. Я учусь напрямую из Вселенной. А потом неожиданно обнаруживаем, ооо, мы можем учиться напрямую из внешнего мира. Жизнь. Мы почти всю жизнь свою тратим на то, чтобы обучаться. Посмотрите, сколько вам лет, а вы все еще учитесь? Да, крич. И каждый день я чему-то новому учусь. Нам всегда необходимо учиться. Например, вы все каждый день хотите научиться, как делать. Как научиться зарабатывать деньги? Как сделать нашу жизнь лучше? Правильно ведь? Итак, человеческое... Человечество – это в целом процедура роста с обучением. Потому что мы знаем, обучение – это улучшение. Мы хотим улучшить нашу жизнь. Последние более 30 лет я путешествовал по множествам стран, почти по всему миру. И я обнаруживаю... Все люди везде одинаковы. Все люди пытаются улучшить свою жизнь. А теперь подумайте о самих, о самом себе. Вы хотите себя улучшить, купить новые вещи. Сделать ваши волосы красивыми. Сделать ваше лицо, вашу кожу более красивой. Вы хотите лучше машину, больше, больше дом. Вы даже хотите иметь хорошее домашнее животное, какое-либо собаку или другие домашние животные. Все наши действия в нашей жизни – это улучшение, улучшение качества. Мы хотим улучшить наше качество жизни. Но все равно мы видим, что у нас так много проблем. Кажется, что так тяжело их решить. Например, проблемы, связанные с умом. Или проблемы, связанные со здоровьем. Когда у меня была лекция в Канаде, в Орландо, я обнаружил одну основную проблему. Номер один, проблему. Когда я проводил лекции в Сидне, в Австралии, там тоже было больше 150 учеников. Что же я обнаруживаю? То же самое. Все то же самое, что нам необходимо в жизни. И знаете, что это? Мы всегда говорим, это какая-то ментальная проблема с умом. А затем я говорю, у меня есть четыре подарка, вы можете один выбрать. А сейчас мы снова проведем этот маленький тест. Завтра. Конец жизни. А сегодня вы можете выбрать четыре подарка. Из четырех. Это любовь. Богатство. Здоровье. Или свобода. Что бы вы хотели выбрать? Тот, кто хочет любовь, поднимите руку. Отлично. Кто хочет деньги и богатство, поднимите ваши руки. Мало. Потому что у вас не останется время для того, чтобы пойти за покупками. Кто же хочет здоровья? Тоже мало. Потому что последний день жизни, подумаешь. Хорошо, а кто хочет свободу, так же много. Но все равно мы можем сказать, что первое, первое идет любовь, второе идет свобода. Везде одинаково. В Канаде, в Австралии и в различных странах везде все одинаково. Вау. О. Хорошо. Итак, мы знаем, что любовь – это номер один. А попозже мы проанализируем о любви, а сейчас мы будем говорить об энергии. А сейчас мы будем говорить об энергии. А сейчас мы будем говорить об энергии. Об энергии, я уверен. Ой, как хорошо, я телефон свой не потерял. Я подумал, что я забыл свой телефон где-то. Хорошо, а сейчас мы понимаем, что наша любовь принадлежит духу. Мы вернемся к тому, мы вернемся к разговору об энергии. Почему нам необходимо развивать энергию? Что такое энергия? Вы знаете, у меня были лекции в Германии в университете, и я говорил о ЦИ. И знаете, это было в медицинском университете, и медицинские студенты там были, и учителя. В микрофоне, в микрофоне может быть много энергии, а если в микрофоне мало энергии, мы тоже можем понять. Да. Сразу мы можем понять, что энергия понизилась. А если у вас энергия понизилась, я тоже сразу могу увидеть и понять, что у вас проблема с энергией. Надо поменять батарейки одну. Хорошо. Итак. Я говорил о ЦИ, и сказал, вы знаете, это очень тяжело объяснить. Тяжело объяснить, что такое ЦИ. Почему? И я увидел одного человека, он поднял руку и сказал, вы знаете, а я учу энергии. Но я до сих пор не могу сказать своим студентам, что такое ЦИ. Я сказал и ответил. Я ответил ему, это значит, ты прав. А если бы ты сказал, ой, а я могу объяснить. Это значит, что ты не знаешь, что такое ЦИ. И сегодня я попробую показать, насколько я великий, что я могу сделать так, чтобы почувствовать, что такое ЦИ. Но я также знаю, что я уверен, что я не знаю, что такое именно ЦИ. Кажется, что это как воздух. Мы используем воздух каждый день. Например, как воду, да, мы также принимаем воду каждый день. Но если у вас возникнет такой вопрос, что такое воздух, что такое вода. Вы сможете объяснить? Да, кто-то скажет. Да, я могу сказать, что такое вода. Вода – это H2O. Я сказал, ну, знаешь, я еще хуже начал понимать, что это такое. Я не знаю, что такое H, водород. Я не знаю, что такое O. Вода – это H2O. Хорошо. Что такое ЦИ? Что такое энергия? Да, иногда ЦИ в китае иногда ЦИ тоже переводят как воздух. Но здесь я хочу сказать, что ЦИ – это энергия. Вы можете мне сказать, что такое ЦИ, что такое энергия? Да, я уверен. Это тяжело. Ну, сейчас давайте рассмотрим. В китайском медицине у нас есть концепция каналов. Каналов. Итак, вы можете посмотреть на картинку. И в китайской медицине, и в китайской культуре у нас есть множество концепций о ЦИ и о каналах. И таким образом ЦИ течет по каналам. Наши современные медицинские знания говорят о том, что нет каналов, нет ЦИ. Спасибо. 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 такой канал и западные ученые например сша эти ученые этим ученым потребовалось множество лет чтобы обнять объяснить что такое ци что такого каналы и почему а китайская медицина и акупунктура может лечить с помощью акупунктуры а вы знаете акупунктуру до почему акупунктура может помочь в избавлении от боли я и на стиле из саки юристом сша много лет потратили на то чтобы это исследовать и наконец-таки 2006 году после того как я дал лекцию конгресса у них они пришли к решению и вот их заключение состояла в том что китайская медицина и акупунктура имеет совсем другие базовые теории знания окей все В чем же различие? С помощью микроскопа или других приспособлений, МРТ, КТ, все равно вы не найдете и не докажете, что такое канал, что такое канал и что такое цель. Но в Китае более 5000 лет назад первая медицинская книга точно описала, что такое канал, что такое каналы и что такое цель. Но до сегодняшнего момента мы до сих пор не имеем какого-то специального прибора или микроскопа, который обнаружит или увидит канал. Мы не видим каналы, но мы можем видеть нервы. Мы можем анализировать какие-то составляющие части в крови, но мы не понимаем, что такое цель. Почему в древней китайской книге по медицине есть точное объяснение, что такое канал, что такое каналы, что такое цель. Древние врачи, мы их называли шаманами, они медитировали. И с помощью медитации они развивали свои чувства. И сейчас в наше время мы называем это третьим глазом. И с помощью этих чувств, с помощью третьего глаза они видели, что такое цель, что такое канал, каналы. И затем они строили определенные статуи и вырезали каналы в них. И различные точки на них вырезали, где они находятся. Вот поэтому во всем мире сейчас, я знаю, почти в каждой стране много людей, множество людей изучают акупунктуру. Потому что это действительно помогает, в особенности для того, чтобы уменьшить боль в ногах, спине, головную боль уменьшить и так далее. И также мы можем, как современные люди, мы можем видеть или даже чувствовать, что такое цель. Мы можем, да, даже если мы не видим, что такое цель с помощью третьего глаза. Но мы видим, что такое цель. Вы хотите почувствовать вот этот опыт, что такое цель? Да. Я уверен, что мастер может говорить один год, но все равно мы не будем ему верить. Потому что у нас есть так много книг, китайских книг. Если бы мы почувствовали, если бы у нас был опыт, что такое цель, тогда мы поверим в это. Мы не только поверим тебе, но мы также и узнаем, что такое цель. Мы поверим, что такое цель. Правильно? А кто-то говорит, ой, самая красивая девочка. Посмотри на мои фото. Да. Ну, да, это после фотошопа. Поэтому мы хотим увидеть напрямую, что такое цель. Мы напрямую хотим получить опыт цель, а не онлайн как-то. И древняя китайская медицина, она основана на ци и на каналах. И книга «Желтого императора», в особенности, говорит о том, что просила врачей. Так, существует книга для врачей, для докторов, она называется, в китайской медицине, она называется «Книга «Желтого императора». Вы знаете, что я обнаружил почти везде. Я всегда пытаюсь запомнить, и чтобы вы запомнили, что такое каналы, где расположены точки. Но древний способ не таков. И мне нужно было говорить, что такое каналы, где они находятся и где эти точки находятся. Они просили учеников медитировать для того, чтобы они увидели, почувствовали, где ци и где находятся каналы. Медитировать и понять через себя, через свое внутреннее состояние. И древние китайские врачи, всем им было необходимо медитировать. А затем и улучшать свою ци. А сейчас давайте почувствуем, что такое ци. Древние китайские врачи и мастера ци могут управлять ци и знают, что такое ци. Древние китайские врачи и знают, что такое ци. И эту ци я могу направить на вас. А затем вы можете ее прочувствовать. Иногда я чувствую, ой, я так устал. Или мой ум о чем-то другом думает. Но в основном я в порядке. Если сегодня я не смогу это сделать, то я завтра снова попробую. Это такая шутка. Если сегодня не получится, сделаем это завтра. Ну хорошо, я готов. Расслабьтесь, пожалуйста. Спасибо. 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 Просто расслабьтесь. Спасибо. Хорошо. Просто расслабьтесь. Я подготовлюсь. Хорошо. Женщины, поднимите свою правую руку. Извините. Женщины, поднимите свою левую руку. Мужчины, поднимите свою правую руку. Извините еще раз. Мужчины, левую руку. Женщины, правую руку. Сейчас я буду направлять ци из своих двух пальцев в вашу руку. Женщины, правую руку поднимают. Мужчины, левую руку поднимают. Спасибо. 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 Попробуйте прочувствовать. Сможете ли вы ощутить, когда эта игла проникает внутрь, мы говорим о том, что мы принимаем ци, и она наполняется ци, а ци становится тяжелее. Спасибо. 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 В моей руке находится серебряная игла, но это игла состоящая из ци. Вы чувствуете что-то в этом месте у вашего глаза? Вы чувствуете давление? Возможно, кто-то уже на себе, кто-то уже имел опыт акупунктуры и примерно представляет вот это вот ощущение иглы. Спасибо. 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 Хорошо. Спасибо. 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 В нашей руке в основном мы что-то ими делаем и, например, если с ребенком что-то случилось, что-то температура, например, мы нашей рукой проверяем температуру, кладем на область лба и наши руки, они более чувствительны. Это, например, так как мы получаем уколы от вакцинации какой-нибудь, и кто-то чувствует, ой, как больно очень сильно, а другому ничего не будет. Здесь мы имеем два мнения, потому что некоторые говорят, я верю в цель, я это почувствовал, кто-то говорит, нет, я не верю в цель, я ее не чувствую. Ну, кто же прав в этом случае? Да, вот почему в этой сфере, в сфере энергии, в духовной сфере, в сфере души мы говорим о том, что в каждой стране у нас есть два мнения. И один говорит, я верю в Бога, а другой говорит, нет, я не верю в это, я не верю в религию. Да, это правда. Каждый делает выбор для решения, основанное на своем собственном знании, на своем ощущении. Потому что в этой сфере наши чувства не настолько чувствительны, наши глаза, наши уши или наше тело. Это не то, словно какие-то материальные вещи, это нематериальные. Вы меня видите, потому что свет так падает. Но этот свет, вы видите всего лишь отражение этого света, которое проявляется в ваших глазах. И видимый свет, он такой тонкий, такой тонкий в электромагнитном поле. А другие, другое мы не видим. Если мы хотим доказать что-то в этом материальном мире, в основном оборудование, которое мы используем, это электрическое или электромагнитное поля. Свет – это электромагнитное поле. Мы используем телевизор, Wi-Fi, телефон, микроскопы, рентген, аппарат рентген. Все это мы используем для общения, но все это происходит между электромагнитным полем. Ну что ж такое ЦИ? Если ЦИ – также электромагнитное поле, я уверен, что у нас есть возможность ее измерить. Что же такое ЦИ? Итак, снова. Если мы будем использовать наши собственные ощущения и чувства, мы будем, наверное, думать, ой, кто-то чувствует, а кто-то это не чувствует. Возможно, это психология. Некоторые люди верят мастерам, верят в ЦИ, а затем они это чувствуют. А некоторые люди, у них нет знаний, у них нет мастера, и, возможно, они не могут это чувствовать. Да, я же хочу доказать. Я хочу доказать, это не психология, это не психологический результат. И вот я проводил несколько экспериментов. Это так же, как с иголкой, я уверен, кто-то поверил, кто-то не поверил. И один из тестов, когда я был в США, я сделал такой тест-эксперимент дистанционно. В Москве. Там есть команда исследователей, и они в бутылку положили или взяли бутылку с нефтью. Все мы знаем, что в нефти находится много серы. Это серо, это такой элемент, который дает плохой запах. Это серо. И в Москве первый раз они прислали мне фото вот с этой бутылкой. И используя это фото, я попробовал понизить уровень серы. И в Москве. В Москве. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ничего не поменялось потому что я знал, что мой ум не был тихим и это в моменте было это в прошлом году было, в феврале и через две недели я сказал, я сейчас спокойнее намного спокойнее и тогда я сказал, пришлите мне другое фото с другой бутылкой ну вот еще один эксперимент, другой уже и я сфокусировался и через неделю пришли анализы и там было сказано о том, что сейчас есть изменения на 30% меньше стало это хорошо и вот я знаю, как Ци может себя повести как может повести себя на материальных вещах да, странно да, странно этот эксперимент то, как мы используем энергию для того, чтобы поменять что-то материальное просто я хотел показать людям что энергия может менять материю и это не психологический эффект и вот с помощью вот этой нефти эксперимента с нефтью получилось 50 на 50 первый раз был провал а во второй раз получилось и тогда я уже сделал несколько других экспериментов имеется у нас у каждого есть лаборатория у каждого есть лаборатория самому что-то можно делать у меня был семинар для преподавателей это искусство преподавания для тех, кто хочет стать инструктором в Джуньян Цигун и вот они проходили они участвовали в этом семинаре и в этом семинаре мне необходимо было убедить инструкторов я снова провел эксперимент это было онлайн это был семинар онлайн и все сидели дома я сказал, хорошо, завтра вы подготовите или кока-колу, или водку или какой-нибудь сок что-то такое что вы можете попробовать чтобы узнать ощущение в языке вкус я сказал я поменяю ваш напиток а затем вы будете использовать свою собственную лабораторию ваш язык посмотрите, поменялось или нет хорошо, да? и на следующий день мы проделали этот эксперимент и они отправили и отправили свои отзывы и они все говорили да, 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 да и в основном все они говорили да, да, что поменялось поменялся напиток потому что они использовали свою собственную лабораторию свой язык для того, чтобы определить как поменялся напиток и у некоторых людей понизился уровень сахара словно убрали сахар из этого напитка а другие говорили, что они почувствовали кислоту если кто-нибудь, кто участвовал в этом семинаре и в Москве у меня были лекции и там был один такой большой мужчина и он сказал, вы знаете, у меня нет такого кола, но у меня есть водка а затем я обнаружил, что она действительно поменялась вы в это верите? да, нет это так же, как здесь я вам, например, дал этот опыт с акупунктурой если вы чувствуете сами если вы чувствуете этот эксперимент то да, вы поверите мне если вы не получили этот опыт то, конечно, тяжело в это поверить мы найдем время какой-нибудь день, вечером я подготовлюсь и вы тоже подготовились вы бы захотели такой тест провести онлайн? хотели бы его принять в этом участие? хорошо, договорились я найду время я потом поеду в Стамбул и вместе вечером мы будем делать мы будем проводить этот эксперимент договорились 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 в Китае мы говорим договорились хорошо как мы знаем сейчас везде в Китае в каждой стране так много процент пациентов с онкологией правильно правильно я не знаю о Швеции также много людей у кого есть онкология как я и сказал много как я и сказал много ну хорошо ну хорошо и мы знаем есть одна такая технология которая может измерить есть ли метастазы в теле скалывают глюкозу инъекция а затем КТ может обнаружить где находится больше глюкозы потому что клетки рака любят сахар любят глюкозу правильно хорошо итак в Израиле однажды пациент был серьезный пациент уже в больнице и он искал вот такую инъекцию когда можно было проводить инъекцию тебя вкалывают и ты спокойно тихо счастливым образом умираешь да эта женщина живет в больнице эта женщина находилась в больнице она очень сильно болела и они искали она уже искала кто может помочь ей уже умереть с помощью медицины чтобы не страдать чтобы не ждать в больнице что в больнице каждый день плохо больно и тогда она нашла одного моего ученика и в Швейцарии она попросила его где она может получить вот эту инъекцию и затем умереть и тогда этот студент сказал ей а почему бы тебе не обратиться к моему мастеру и тогда она мне позвонила согласовали время она сказала вы знаете я не верю в это у меня была химиотерапия ничего не помогло ничего не помогает никакой метод не помогает я сказал ну хорошо конечно но никто не знает всех методов всех технологий в мире я сказал давай проведем тест если этот тест проявит результат и у тебя будет хороший результат лечения если ничего не будет то тогда я не буду тебя лечить она сказала что же ты хочешь сделать я сказал у тебя есть кока-кола она сказала да конечно сейчас куплю три минуты на улице я куплю я сказала иди сходи купи и кто-то ей пошел купил кока-колу а затем через пять минут и вот они купили шесть бутылочек кока-кола я сказала так много не надо всего лишь одну бутылочку хватит покажи мне одну бутылочку поставь напротив себя сейчас я буду я дам тебе вот этот хилинг это лечение я уменьшу я уменьшу в твоем теле вот эти вещества вот эти вот клетки рака которые очень сильно любят сахар да хорошо тогда хорошо она согласна она готова я готов я вижу ее и напротив нее я беру вот эту бутылку кока-колы начал медитировать и после 15 минут я попросил ее я спросил ее открой свою кока-колу попробуй а теперь сравни с другими с другими бутылочками кока-колы она открыла и другие открыла пробует тут другую пробует потом опять другую открывает пробует пробует опять открывает другую пробует пробует и другую открыла уже еще одну пробует И сказала потом, я уверена, 100% поменялось. И то, что ты поменял, там намного меньше сахара. Намного меньше сахара. Как ты чувствуешь, я спросила, как ты чувствуешь, что меньше сахара? Она сказала, знаете, моя профессия – это пробовать еду, которую в самолетах используют. Это компания еды для самолетов. И поэтому она была профессионалом, и она определяла вкус различной еды. И поэтому вот этот вот ингредиент, именно этот ингредиент, это сахар, он понизился. Я спросил, а ты знаешь, а ты знаешь, что вот эти раковые клетки любят абсорбировать или принимать глюкозу? Конечно, я знаю это, я много раз пробовал. И, конечно, сейчас твой язык сказал, что это не психология, это не результат психологии. Это кока-кола и сахар, и уровень сахара понизился. Вы верите, что вот такой же метод я могу использовать в вашем теле и уменьшить уровень сахара? И она сказала, я сто процентов в это верю. Если вокруг твоей опухоли я понижу уровень сахара, то вот эта клетка рака, она умрет, умрет от того, что ей не хватает еды. Вы в это верите? Она сказала, да, я в это верю. А сейчас давай продолжим, я сказал. Я буду продолжать уменьшать. Я буду понижать вокруг вот этих вот тараковых клеток уровень глюкозы. Это способ, как я показал ей, чтобы она поверила мне. Потому что она чувствовала себя, она почувствовала это, она почувствовала, что это не психологический эффект, что это действительно что-то материальное. Хорошо. И тогда я сказал, ну, давай тогда попробуем. И снова 40 минут лечения, хилинга. И затем через час она мне написала, ты знаешь что, я была такая голодная, и в течение двух недель я вообще еду не ела в больнице, а сейчас я такая голодная, и я заказала еду, и я начала есть. И через три дня. Конечно, я между своими пациентами, когда я лечу дистанционно, мне необходимо доказать им, что этот метод работает, я должен сделать так, чтобы они поверили. И, конечно, почти для каждого пациента, у которого есть антология, я пробую вот этот метод, и они меня слушают, и, конечно, результат проявляется, они чувствуют себя с каждым разом лучше и лучше. Конечно, не только с нефтью, не только с Кока-Колой, и, конечно, мы можем напрямую менять болезнь. И вот в Китае у нас есть и медицина, и в Джуньян Цигун у нас есть образ, и мы очищаем этот образ, и если есть где-то болезнь, это образ, и нам необходимо это почистить, убрать. И вот в Китае у нас есть и медицина, и в Китае у нас есть и медицина. Такой способ, когда мы используем энергию для того, чтобы поменять тело, не из-за болезни, а просто почистить тело. Например, плохие эмоции, мы их очищаем, и у вас будут хорошие эмоции. Мы плохой образ меняем на хороший образ здоровья. Хорошо, вы согласны? Хорошо, тогда мы попробуем. Вам необходимо меня слушать. И затем мы посмотрим результаты. Если каждый из вас думает то, что я скажу, и все вместе, вы знаете, это гармония. Тогда это будет намного сильнее, будет больше силы. Есть эксперименты об этом, как это работает. Я не нужно тут понимать. На китайском говорят. Просто посмотрите на эти часы, и вы обнаружите что-то очень интересное. Спасибо за просмотр. Это эксперимент с часами. Там просто они крутились, вот эти часы или маятники в разных промежутках времени, а затем через какое-то время они начали в унисон такой резонанс сдавать, и выровняли вот эту вот амплитуду. Вы что-то обнаружили? Вы что-то обнаружили? Вы не понимали, что все вместе-то что-то в основном. И все вместе с этим и целевая демокрит. Вы если вы думаете, что-то очень神奇. Сначала различные были, да, движения, звуки, а затем уже все вместе. Это вот резонанс, это куча резонанса. Энергия имеет такой же фактор. Если все, включая тех, кто находятся онлайн, все вместе объединятся, у нас будет сильный резонанс для того, чтобы поменять тело. Это есть энергия, это ци, это резонанс энергии ци. И затем вот этот ци будет очищать наше тело. Делаем так, чтобы ци работало на наше тело. Итак, сейчас слушайте меня, и мы начнем это делать. Расслабчись. Отрегулируйте свою позу, чтобы вам было удобно сидеть, комфортно. Отрегулируем. Времени. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Расслабьте шею... Расслабьте позвоночник... Расслабьте голову... Расслабьте спину... Расслабьте позвоночник... Расслабьте шею... Расслабьте голову... Расслабьте шею... Расслабьте голову... 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 Расслабьте тело. 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 позвоночник и и и и и и и и и Спасибо. 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 Расслабьте голову. Расслабьте голову. Расслабьте голову. Расслабьте голову. Расслабьте голову. Расслабьте голову. Расслабьте позвоночник. Расслабьте тело. Расслабьте. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Расслабьте вашу шею... Расслабьте спину, позвоночник... Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Хорошо. Медленно возвращаемся. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Расслаблено? Сейчас у нас будет перерыв на один час, а затем мы продолжим медитировать. Перерыв.